Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Если молитва не является вашим главным приоритетом и главной целью, то после просмотра этого выпуска нашей целепередачи, ваша точка зрения чудесным образом изменится, я уверен. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Наш сегодняшний герой Джим Максим рос в дисфункциональной семье алкоголиков. К сожалению, в этой семье не было мира и понимания, как жить дальше. Когда ему было 15 лет, его мама снова посвятила себя Иисусу. Он стал свидетельствовать у себя дома о чем-то новом, по крайней мере, своей маме. Это не было новым для всех, потому что они уже знали об этом. Да, это не было новым. Когда моя мама снова посвятила жизни Иисусу, все переменилось. Обстановка в нашем доме поменялась тоже. Она отнеслась к отношениям с Создателем всерьез. Мама тихо, украдкой, общалась с ним ежедневно. И да, мы слышали ее молитвы о нас, детях, и ее жизнь поменялась кардинально. Однако, по какой-то причине не изменилась ваша жизнь. А почему? В 15 лет я стал употреблять наркотики, к 18 годам я стал алкоголиком. А вот такая у меня история. Джим, вы навсегда запомнили одну мрачную дату вашей жизни. Не дай бог никому пережить то, что стряслось с Джимом, что произошло с вами 27 декабря, 50 лет тому назад. В Рождество я напился. Я был так пьян, что другу пришлось отвезти меня домой. Он сказал, увидимся утром. Я ответил, мне все равно. Я сидел дома, пока они не уехали. Я поступил так, поскольку что-то все время подталкивает алкоголика. Ты выпиваешь, чтобы уничтожить себя. Они уехали, и я стал искать выпивку. Светофор показал красный свет. Я протянул руку, чтобы сменить кассету, и одна кассета упала на пол. Я был пьян, нагнулся, чтобы поднять ее. Перед тем, как потерять сознание, я увидел машину. При столкновении я ударился о лобовое стекло автомобиля со стороны пассажирского кресла. После того, как я ударился о стекло головой и плечами, я свалился на осколки, словно тысячи лезвий впились в мое тело и поранили меня. Я приземлился головой на пассажирское кресло. Зайдя в автомобиль, полицейские подготовились поднять меня. Позже один из них сказал, когда я вошел в машину, на ботинок попала кровь. Ты потерял кровь. Мы внесли тебя в скорую помощь. Вытащив тебя, мой напарник сказал, он уже умер. Я взглянул на них и сказал, я живой. Потом меня привезли в отделение неотложной помощи и стали вытаскивать осколки стекла из моих глаз, из кожи лица. Потом врач позвонил маме. Не все представляют, что это такое, когда тебе звонят в полвторого ночи и сообщают, что ваш сын попал в автоаварию. Но для мамы это отнюдь не было новости, потому что она знала мой образ жизни, чем я занимался. Ранее я даже сидел в тюрьме за преступление, так что это ее вовсе не удивило. Алкоголиком был не только твой отец, но и кто-то из твоих братьев также. Да, Сид, пятеро из восьми стали алкоголиками. Вот такая напасть. Моя мама приехала ко мне, она пришла в больницу. Ей сказали, мэм, ваш сын впал в кому. Мы не знаем, будет ли его левый глаз видеть. Осколки впились очень глубоко. У него поврежден мозг. У него перелом челюсти, и ее видно через рану. Сейчас мы вытаскиваем осколки стекла из глаз. Мадам, тут почти ничего не изменится. Позже мама рассказала мне, что в тот вечер, когда это приключилось, к ней пришел сатана. Он продолжал стрелять в нее мыслями, неверие, говоря, «Ну и где, дорогая, твой Бог? Где твой Иисус, которому ты обещала служиться? Посмотри на мужа, на Джека и на Джима. Где был Бог, когда ты нуждалась в нем? Сколько стрел, разочарования, сомнений и неверия пришлось отбить маме». Вернувшись домой, она упала на колени возле кровати, где она часто взывала к Богу о нас. Она говорила, «Иисус, пусть они прозреют, поймут, когда же все это закончится. Сделай хоть что-нибудь». Это был плач моей матери. По ее словам, рядом с ней встал Святой Дух. Он сказал моей маме, «Не плачь, давай прославим Бога вместе». «Не плачь, ведь Он свят и достоин твоей хвалы». Хвалить Бога в минуты кризиса непросто. И мама сказала, «Я стала хвалить, превозносить и славить моего Бога». Я видела стихи Библии, как на экране. Святой Дух дал их мне, чтобы я взывала к святому, праведному и всесильному Господу Богу. Я долго поклонялась Ему. После этого мама восклицала, «Джимми, когда я славила Небесного Отца, Небесный Отец коснулся пальцем твоего левого глаза». Я поняла, «Все будет в порядке». Я знала, Бог творил чудо в это время. Дорогой Сид, мама не знала то, что когда я шел во тьме в коме, то это было реально. Так реально. Как реально то, что я говорю с тобой. Я ухватился за подлокотники, ведь я начал куда-то падать, падать в бездонную пропасть. Я был до смерти напуган этим. Я всегда знал предел, но в этот раз я зашел слишком далеко. Я был в месте, где человеку не надо было быть в аду. Но я не знал, где я. Тогда не знал. До этого я не читал Библию и не был в церкви. Я не знал о духах злобы поднебесных и о бесах, живших во мне. Мне не было известно это. Наконец, я перестал падать. Я очутился в черной комнате. Я посмотрел налево, и впервые в жизни увидел двух тварей, стоящих там. Они хотели утащить меня. Я не знал, что это бесы и не понимал этого. Я не читал Библию. Однако вот эти две темные твари были реальными. Они тянули меня к себе, как магнит железа, сились затащить за стенку, где, возможно, находился сам ад. Они хотели утащить меня. Позже, изучая Священное Писание, я осознал, что это были живущие во мне бесы. Написано, не давайте место дьяволу. У них были права на меня, и они затребовали мою душу. Мама была дома и молилась обо мне. Она увидела, как Бог пальцем коснулся меня. Она взывала к Богу и верила в ответ. И к одним написано, будьте милостивы, а других страхом спасайте, и сторгая из огня. Мама исполнила это молез. Молитва эффективна. Благодаря ее молитве ко мне пришел Иисус. Когда Христос пришел ко мне, меня больше всего удивило то, о чем Он не сказал. Он не спросил, есть ли смысл помогать мне прямо сейчас, такому пропащему. Не спросил? Нет, хотя мог сказать, ты смеялся над мамой, мной и церковью. Когда я посмотрел на Бога, я погрузился в любовь. Христос сказал, Джимми, ты дальше будешь грешить? Я ответил, нет, я не буду. Я попросил Его дать мне возможность, и вот я снова здесь. Я спросил, а что мне делать? Что мне следует сделать? И знаешь, Сид, Иисус, окинул меня взглядом и сказал, «Если ты попросишь меня очистить тебя, то я сделаю это. Я никогда не покину тебя, Джим. Я стану твоим лучшим другом. Я дам тебе власть победить тягу к спиртному и буду рядом во все дни твоей жизни. Попроси меня об этом. Я не навязываю свою волю никому». Я сказал Иисус, «Помоги мне». Я понимал, что я все испортил. Я это знал. Я сказал, «Помоги мне и прости меня». Знаешь, что случилось с теми двумя бесами в ту минуту, когда я это сказал? Бесы пошли на попятную. Они отстали. Когда Господь Иисус Христос вошел во мрак, демоны узнали Его. Бог отбил меня у бесов по молитве мамы. Я пережил смысл пословицы «Дорога ложка к обеду». Она призвала Бога любви и силы. И Христос пришел ко мне. Он услышал ее плач. Бесы ушли. Когда я попросил Его о помощи, бесы исчезли. Они просто испарились. Все благодаря силе Иисуса Христа. А что первым делом вы сказали своей жертвенной и любящей маме после того, как вы вышли из комы? Сид, моя дорогая мама сказала мне, «Джимми, когда ты вышел из комы, я стояла возле тебя. Ты не мог нормально говорить из-за перелома челюсти. Просто не выговаривал слова. Несмотря на это, твоими первыми словами было «Мам, Иисус здесь, Иисус здесь». Представьте себе ликование мамы. «Мама Джима пылала огнем веры во всемогущего Господа Бога. Друзья, оставайтесь с нами, и вы узнаете, что Сатана желал заполучить больше всего от Джима, и что он хочет заполучить и от вас. Мы скоро вернемся». Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Итак, вы выписываетесь из больницы и вступаете в ряды ВМС Соединенных Штатов Америки. Джим, однажды, стоя на автобусной остановке, вы узнали о секретном оружии Господа Бога. Расскажите мне об этом. Папа оставил меня на околице Питтсбурга и поехал дальше. Я заметил черную книжечку на скамейке и поднял ее. Это была Библия, Новый Завет, Псалтырь и Притчи, карманного формата. В начале издания идет подборка стихов на разные темы. Прочтя одну из тем, я перешел к книге Откровения. Это 3 глава, 20 стих. И все это было после видения обьясов. До этого я не читал Библию. Я прочел строчку из Апокалипсиса. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Бог сказал мне об этом при первой встрече, когда я был в коме. Потом я прочитал, «Если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Бог сказал, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Впервые в жизни я ощутил силу и власть этой вечной, святой книги книг, потому что я плакал. Там же, на остановке, я прижал Библию к груди и сказал, «Боже, пусть эти слова будут со мною». Я прочитал это впервые в жизни. И теперь знаю, куда идти. Именно в этой книге есть что-то по-настоящему сверхъестественное. А теперь, пожалуйста, посмотрите в камеру и помогите зрителям встретиться с Небесным Отцом и примириться с Ним сейчас. Бог любит вас очень сильно. Он отдал жизнь за вас. Сейчас неважно то, как далеко вы зашли. Это не имеет значения. Кровь Христа омывает любого человека от всех его грехов. Если вы ходите в церковь, но никогда в личной молитве, когда нет никого вокруг, не просили Христа спасти вас и не принимали Его Богом, то помолитесь со Мною. Скажите эти простые слова сейчас вместе со Мною. Отец, во имя Христа, я прихожу как грешник. Я признаю все грехи. Очисти и прости меня. Освободи от греха меня. Прости меня. Помоги любить тебя. Я молюсь в Твое святое имя. Аминь. Иисус сказал, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь, помолись Отцу, который втайне. Иисус пришел ко мне ранним утром. Бог Отец сказал, приди ко мне. Я здесь. Приди. Пойдем со Мною. Встань с кровати. Я хочу общаться с тобой и являть любовь. Я научу тебя тому, чего ты не знаешь. Если ты пойдешь со Мною, я буду говорить. Я встал, и Господь вошел в комнату. Служав ВМС, я поднимался и уходил в лес с карманной Библии. А Иисус им? Я не знал ничего, но Он заговорил со Мною. Я прочитал стих. «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет». Что ты имел в виду, сказав об Утешителе? Я узнал, что Дух Святой — это Личность. Он не является безликой силой. Начав беседовать с Духом Святым, я слышал Его ответы. Он учил меня понимать Слово. Он писал истину на двери сердца и ума. Я видел истину перед собой. Вы знаете, у меня было некрасивое, изуродованное лицо. В течение полугода мне делали операции. Я говорил морякам, «Посмотри на меня и задай вопрос». И они спрашивали меня, вдохновленные Богом. Я проповедовал им. Все, что я знал, это моего лучшего друга Иисуса. Бог желает излить на вас любовь и благословение. Молитва — это величайший дар, подаренный мне Богом после спасения. Это отношение с Ним. Почему? Он хочет любить меня и поднимает на руках, наделяя меня своей силой, мудростью и пониманием. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более, я дам благо просящим у Него. Молитва — это общение с Небесным Отцом, с Иисусом Христом, со Святым Духом. Я общаюсь с ними каждый день. Джим, согласно Святому Писанию, молитва — это самая важная практика для верующего. Но большинство верующих в Иисуса Христа молятся мало. Они говорят, пусть молятся ходатай. Да. По такому случаю у меня возник следующий важный вопрос. Что же первым делом сатана хочет украсть у верующих в Господа Бога во время молитвы? Что самое главное? Прежде всего, он хочет украсть у нас близкие отношения с Отцом. Бог спас меня полвека назад. 50 лет Он хранит меня от алкоголя. Почему? Потому что каждый день я отвечаю на призыв Небесного Отца, когда Он стучит мне в дверь. Троица приходит ко мне каждое утро, и они — мои лучшие друзья. Да, я согрешаю перед Ним, и не могу служить Богу без Его силы. И каждый день Он ожидает меня, чтобы наполнить меня этой силой. Каждый день Он ждет меня, чтобы пообщаться со мной. Зачем же противиться общению с самим Творцом? Зачем противиться Господу и не пускать Его в рабочие дела? Почему бы не принять мудрость, превосходящую мои способности? Он — единственный Бог и Творец Вселенной. Он хочет общаться. Иисус желает любить меня, а Дух идти рядом со мной. Зачем отказываться, если хотите видеть сверхъестественную силу и молиться, то знайте, дьявол не хочет этого. Когда Дитя Всевышнего взывает к всесильному Богу, враг бессилен остановить это. Молитва — это ответ на все вопросы. Должен вам сказать, что Джим очевидец сногсшибательных чудес. Расскажите о некоторых из них. Я вспоминаю о том, как я служил ребятам в одной из тюрем. Однажды я шел в камеру с блокнотом, но Бог сказал, убери конспект. Я живу с Богом, и поэтому я отложил его. Я не знал, что будет, но верил в чудо. Я убрал конспект и встал за кафедру. Я помолился, молясь и ходатайствая, я сказал ребятам, вы — это не ваше преступление, вы — это не ваши проступки, вы сидите здесь по этой причине, но вы — это не ваши проступки. Бог любит вас такими, какие вы есть. Вам не нужно возвращаться в тюремный корпус с чувством вины, со страхом и неверием. Дьявол шепчет вам, ты ужасен, ты был плохим и ничего хорошего из тебя не выйдет. Нет, сказал я, прими сегодня спасение, очищение и освободись от вины, ведь Бог здесь, чтобы коснуться тебя. Затем они повели себя так, будто получили новость о помиловании. Сид, я сказал, если вы хотите принять Господа Иисуса Христа, то выходите вперед. 152 парня вышли вперед. Нет, они не вышли, а побежали к алтарю, помчались, понеслись туда. Успех в служении пришел благодаря молитве. Если вы слушаете и читаете материалы Джима, то вы соприкоснулись с этим. Пожалуйста, помолитесь за всех наших телезрителей, чтобы у них появилась жажда молиться и строить близкие отношения с Создателем Богом, как и у вас. Помолитесь прямо сейчас. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Отпусти нам грехи и очисти. Омой нас от греха, ведь мы не чтили Тебя и не знали, что такое Твоя святость. Отец, во имя Иисуса, спасибо за прощение. Боже, излей на нас славу Свою, на всех моих братьев и сестер, слушающих нас. Ты слышишь нас и видишь пустоту души. Боже, Ты сказал, из чрева потекут реки воды живой. Отец наш, приди к нам в силе Святого Духа. Пусть никто не покинет студию неизмененным. Пусть сойдет на нас Дух Святой. Мы поклоняемся тебе. Начни хвалить Бога. Поклоняйся Ему. Хвали Бога и поклоняйся. Хвали Его. Молись за освобождение. Отец, во имя Иисуса, ты сказал, оружие вашего воинствования неплодские. Это оружие Бога, которым вы рушите крепости. Поступая по слову, мы цитируем этот стих. Бог, тебе известен каждый в церкви, все твои возлюбленные дети. Господь, ты видишь сейчас всех наших родных и близких. Мы просим тебя во имя Иисуса. Пусть Святой Дух разрушит ярма, рабство, алкоголизм, наркоманию, зависимость от порно и остальные. Пусть нежная атмосфера твоей славы служит людям. Пусть они поймут, что сегодня они получили свободу. Пусть они узнают это так, как это узнал я полвека назад. Пусть они поймут, что рабство уничтожено во имя Христа. Мы связываем сатану и всех бесов. Мы делаем это благодаря крови Иисуса. Мы прогоняем тебя от этих людей во имя Господа Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. На кадрах, отснятых новостями Израиля, мы видим славу Бога, защищающую людей. Облако из Писания защищает Израиль от Игилла над голландскими высотами. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.